А в соседнем кабинете урок по вокалу у Елены Орлова и Марьяны Примениной. Последние две недели ученики школы искусств в городе Красавино занимаются в приспособленных помещениях. В школе начался ремонт. Я думаю, что все ждут такого события. И педагоги, и дети, и даже весь город Красавино. Потому что это не только для детей стартовый конек, но и для всего города. Потому что я думаю, что будут смотреть и ближайшие города, и даже, может быть, область будет обращать внимание на это здание, на самоучреждение. И учреждение таким образом будет развиваться. Плановый срок завершения ремонта – четвертый квартал текущего года. Но учебный процесс не будет прерван. Во время капитального ремонта у нас идут переговоры с школой номер 15, с Домом культуры и творчества, и также с ФОК – это стадион. Более 32 миллионов рублей составляет финансирование ремонта из областного бюджета. Общая стоимость работ – 36 миллионов. Подрядчик определён в апреле и уже приступил к выполнению контракта. Будут отремонтированы фундамент, фасад, заменены окна, двери и полы, система отопления, внутренние инженерные сети, кровля и чердачные перекрытия. Предусмотрена перепланировка помещений, чтобы объект соответствовал учреждению культуры. Принято решение о проведении дополнительных ремонтных работ. Благостройство территории – это, соответственно, и внутри здания, всё равно, когда начинаешь, вскрываешь и видишь, мы, когда делаем проект, смертную документацию, мы не видим, что там, когда вскроем, какие работы дополнительные. А дополнительная работа у нас на всех объектах постоянно есть. И, соответственно, сейчас вот вскрываем, видим, где-то надо перепланировку другую сделать в процессе уже вместе с работниками школы искусства, как им удобно сделать. Они всегда будут, и мы видим по ходу работ. Так что именно для того, чтобы было удобно, качественно, красиво. После ремонта детская школа искусств в городе Красавино станет настоящим очагом культуры. Красавинцы рады начатому ремонту и с нетерпением ждут его завершения. Это единственное учреждение культуры дополнительного образования, которое предоставляет услуги для детей всех возрастов. Я думаю, это будет просто здорово, когда будут новые шикарные помещения. Елена Павлова, Антон Карев, Телеканал Русский Север.